Музей-заповедник Красная Горка. Известная достопримечательность Кемерово. В 1721 году рудознатец Михаил Волков обнаружил на правом берегу реки Томи горящий пласт горной породы. Это положило начало исследованиям залежи угля в притонье. Впоследствии геологи открыли в регионе одно из самых больших в мире месторождений угля и назвали его Кузнецкий угольный бассейн. Кузбасс. Наталья Анатольевна, добрый день. Приветствуем Кемеровский музей-заповедник Красная Горка из Московского Дома национальности правительства Москвы. Добрый день, Александра. Мы рады вас приветствовать на территории музея-заповедника Красная Горка. Сегодня мы с вами обратимся к истории правомышленного освоения Кузбасса. В первой четверти 18 века Михаил Волков обнаружил на территории Кузнецкого бассейна первые залежи угля. Пожалуйста, об этом. Кемеровская область имеет второе официальное название Кузбасс. Кузнецкий угольный бассейн. Один из самых крупных бассейнов в мировой практике. На сегодняшний день залежами угля считается 700 миллиардов тонн, уникальных по своему качеству углей. Но на долю Кузбасса выпадает 80% коксующихся углей нашей страны. Благодаря освоению угольной промышленности из сибирской провинции Кузбасс превратился в развитый промышленный регион. И учитывая значение Кузбасса в истории, в экономике страны, Владимир Владимирович Путин издал указ о праздновании в 2021 году, 300-летие открытия Кузбасса. И буквально на днях, 6 июля, мы всем Кузбассом будем отмечать эту великую дату. Открытие Кузбасса было не исторической случайностью. Это была государственная политика Петра Первого. И созданная Берк-коллегия, это организация, которая должна была руководить всей горно-рудной промышленностью, Отправлялись поисковые группы во все регионы страны, для того, чтобы изучить природные богатства России. Особое внимание уделялось, конечно, углю, необходимого для горно-промышленности нашей России. По преданию, Петр Первый сказал так. «Семь минерал, если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет». И результатом такой политики появился Донецкий угольный бассейн, Кузнецкий угольный бассейн и Подмосковный угольный бассейн. Открытие Кузбасса произошло на высоком берегу реки Томи, на Красной горке, на горе Горелой. Это береговое обнажение мощного угольного пласта. Проплывая по реке Томи, Михаил Волков обнаружил дымящуюся гору. И образцы угля, которые он взял с этой горы, это как раз и оказались первые образцы каменного угля. Поэтому мы считаем, что Михаил Волков первый из первооткрывателей нашего Кузнецкого угля. Он сам, конечно, это знаковая фигура. Расскажите о Михаиле Волкове, об этой исторической личности, пожалуйста. Вот я как раз сижу в экспозиции, которая посвящена угледобыче Кузбасса. И прямо передо мной стенд о Михаиле Волкове. Мы рассказываем о нем не только на стендах, которые расположены у нас на стенах нашей экспозиции, но и через интерактивные экраны. А вообще Михаиле Волков был членом одной из поисковых групп, которые работали в южной части Западной Сибири. Их называли рудознацами, потому что главная их задача – это был поиск необходимых для металлургической промышленности руд. Славляясь в 1721 году, как я сказала, при Кетами, обнаружил выход дыма. Причалев обнаружил, что горят черные камни, но для него это было неизвестно вообще, что это за черные камни, которые он держит в руках. Потому что в тот момент промышленность использовала древесный уголь, а каменный уголь был практически неизвестен в России. Донесение о своем открытии Михаиле Волков направил в сибирский обербергант, который ведал горной промышленностью Урала и Сибири. И специалисты определили, что привезенные образцы Михаила Волкова представляют из себя каменный уголь. И поставили вопрос о практическом использовании найденного минерального топлива Михаила Волкова. И донесение Михаила Волкова стало официальным документом, свидетельствующим о начале месторождения каменного угля в Кузбассе. Так, не зная о том, что такое уголь, Михаил Волков и является его первооткрывателем. Сейчас в городе Кемерово очень чтут память о Михаиле Волкове. У нас открыты угольные предприятия, носящие его имя. Угольный пласт, который открыл он в 1721 году, до сих пор разрабатывается, в частности, на Кедровском угольном разрезе. Имя Волкова носит площадь в нашем городе, где установлен памятник Георгия Баранова. А образ Михаила Волкова вошел в 2004 году, стал символом городской эмблемы. То есть, я думаю, что среди кемеровчан нет ни одного человека, который бы не знал, кто такой Михаил Волков и какой его вклад в то, что мы сегодня живем в промышленном развитом регионе. Наталья Анатольевна, а как появилась и как осуществлялась идея создания музея-заповедника Красная Горка? Эта идея очень интересная и история очень большая. Во-первых, я хотела бы сейчас рассказать вам вообще о тех событиях, которые связаны с Красной Горкой, с Кузбассом, для того, чтобы понять вообще, откуда появилась идея создания нашего музея. Как я сказала, в 1721 году был открыт каменный уголь. А в 1726 году Акинфиадемидов, уральский промышленник, известный меценат, получил от Беркалегии монопольное право на строительство заводов и рудников на территории Томского и Кузнецкого уездов. Здесь было найдено богатейшее месторождение медных руд и, естественно, был уголь. Им было построено несколько заводов и рудников. В 1736 году империя Акинфиадемидова распространилась на 400 км с севера на юг и на 200 км с запада на восток. Это было мощное для своего времени предприятие, очень хорошо оборудованное. Но после смерти действительного статского советника Акинфиадемидова императрица Елизавета Петровна издала указ о передаче владений семьи Демидовых на Алтае в собственность русских царей под управление кабинетом его императорского величества. Территория площадью 678 тысяч квадратных километров была, где находился сегодняшний Алтай, Новосибирская, Томская, Кемеровская область, часть восточного Казахстана, а она на 170 лет перешла в ведение в собственность русских царей. Весной и до 1907 года на территории Кузбасса уголь практически не добывался. Весной 1907 года группа шахтеров прибыла в город Кемерово, тогда это был еще сельский населенный пункт, группа шахтеров прибыла для того, чтобы проводить разведывательные поисковые работы. И осенью, 4 сентября 1907 года, была открыта первая шахта. Мы считаем днем рождения Кемеровского родника именно 4 сентября 1907 года. В 1912 году было создано акционерное общество Копикус-Басса, учредителем которого стал член Госсовета России, бывший вице-губернатор Туркестана Владимир Федорович Трепов. А соучредителем акционерного общества Копикус выступил председатель правления Международного коммерческого банка Сергей Степанович Хрулев. Естественно, документы, это устав и договор, утвердил император Николай II, владелец передаваемых территорий. Учредители планировали построить в Кузбассе огромный, мощный топливно-металлургический комплекс. Реализовывать планы пришлось в годы двух революций, мировой и гражданских войн. Но за семь лет существования акционерного общества Копикус была построена железная дорога, рудники, открылись шахты, начали строить коксохимический завод, металлургический завод. То есть в тот момент, как мы считаем, за этот короткий срок, всего за семь лет, был создан каркас нового промышленного региона страны. А потом в 1921 году на Красной Горке появилось многоголосие, зазвучали разные языки, люди говорили на английском, на голландском языке, кто-то говорил на русском. Приехали люди из 30 национальностей, чтобы построить новую пенсильванию. Это была автономная индустриальная колония Кузбасс. Я думаю, мы о ней сегодня поговорим. Коротко хочу сказать, что именно автономная индустриальная колония Кузбасс дала возможность и предпосылки для того, чтобы был создан музей Красная Горка. Дело в том, что в 1949 году в Кемерово из Москвы приехала выпускница Московского исторического института Евгения Антоновна Кривошеева. И она была направлена на работу в архив НКВД. И ей попались документы о том, что в городе Кемерово работала иностранная колония. Эта тема была закрыта в городе Кемерово в тот момент. О ней местные жители мало что говорили, документов не было. И вообще-то тема была закрыта долгие годы. Евгения Антоновна стала изучать тему автономной индустриальной колонии Кузбасс. Писала статьи, книги, ездила в Голландию, встречалась с потомками колонистов. В Кемерово очень многие оставшиеся колонисты, их семьи с ней сотрудничали и дружили. Я хотела бы вам рассказать о том, что Евгения Антоновна в 1980-е годы перешла работать в Кемеровский госуниверситет. И тогда она вместе со своими коллегами высказала предложение о том, что на территории Красной Горки должен появиться музей АИК. Но тогда ученые не понимали пока еще целостности историко-архивного ансамбля, имеющего более глубокий исторический смысл. В 1985 году группа архитекторов под руководством Юрия Сергеевича Зючкова выполнила анализ планировочной структуры первого угольного района в городе Кемерово. И тогда они поняли о том, что архитектурный ансамбль, который находится на Красной Горке, а я позже чуть расскажу, что Красная Горка – это не только музей и не только гора Горелая, что этот ансамбль достойен того, чтобы на месте открыть музей-заповедник, историко-архитектурный музей-заповедник и дать ему название «Красная Горка». Но до 1991 года все наши попытки создать музей не были успешными. Сначала пытались на базе филиала Кемеровского кровеческого музея, потом пытались на базе Томской писаницы открыть музей АИК, но ничего не получалось. И только 19 сентября 1991 года. Я думаю, те, кто постарше, такие люди, как я, прекрасно помнят август 1991 года, когда у нас была вообще растерянность, мы не понимали, где мы живем, в каком строе. И вдруг 19 сентября 1991 года, через месяц после событий августовских 1991 года, наш глава Владимир Васильевич Михайлов принял решение создать в городе Кемерово музей-заповедник «Красная Горка» с целью сохранения рационального использования историко-культурного наследия. И музей был создан. Конечно, 10 лет в условиях тяжелого финансового кризиса музей потихоньку ремонтировался. 10 лет. Мы не принимали посетителей. Но эти 10 лет помогли создавать, формировать фонды. Потому что еще кое-кто из жителей, кто помнил АИК, имели какие-то предметы, которые могли стать предметами фондов. В эти годы уже началась активная работа с иностранцами. В частности, проводились семинары. И вот в том зале, где мы сейчас с вами находимся, я фотографии могу показать, что здесь были столы, совершенно пустое помещение. Столы стоят, и голландские и русские архитекторы вместе решают вообще вопрос о том, каким быть в дальнейшем музей-заповеднику. Когда наступил вечер и попросили включить свет, то директор бывшей Людмила Петровна Платонова сказала, а света еще у музея нет. То есть вот такие исторические факты я хотела бы вам привести. Поэтому с 1991 года музей-заповедник самостоятельная единица. Теперь это муниципальное автономное учреждение, а вообще это было муниципальное учреждение культуры, музей-заповедник «Красная горка». Виталия Анатольевна, давайте сфокусируемся на теме автономной индустриальной колонии «Кузбасс». История этой колонии началась с письма к американским рабочим, написанным Ленину, и создана была колония по концессии во время новой экономической политики. Александра, вообще, когда я пришла работать в музее, для меня вот эти три буквы «АИК» «Кузбасс» вообще были загадкой, потому что 14 лет назад в Кемерово мало кто знал вообще, что это такое. Теперь уже знают больше, потому что музей проводит определенную работу. А вообще автономная индустриальная колония «Кузбасс» это уникальная международная организация, в которой вместе работали более 750 иностранцев 30 национальностей и 5000 рабочих русских. В 1919 году Ленин в обращении к американским рабочим призвал их своими знаниями, опытом, своей работой в передовой американской промышленности помочь первой рабочей крестьянской республике в восстановлении ее хозяйства. И эту идею поддержали Себель Трудгерс, голландец, и американец Герберт Кальверт, которые были делегатами проходившего в Москве с 22 июня, не символично ли, по 12 июля, Конгрессом Коминтерна и Профинтерна. Они предложили проект быстрого восстановления экономики России при помощи промышленных трудовых колоний с участием иностранных рабочих и специалистов. И в конце 1921 года была создана первая такая колония. Она называлась «Автономная индустриальная колония Кузбасс». Создание колонии шло одновременно в России и США. Были открыты представительства АИК в Нью-Йорке, в Берлине, в Советской России. Задачей зарубежных представительств была вербовка колонистов, закупка оборудования и обеспечение колонии технической информацией. Американское бюро открыло более 30 центров во всех районах США и Канады и выпускало для американцев в 1922-1923 годах бюллетень АИК Кузбасс. Первая партия колонистов приехала 25 мая 1922 года. Группы ехали через Атлантический Тихий океан, затем через всю Россию. У нас были здесь очень сильными национальные группы. Это были американцы, голландцы, это были финны, русская такая национальная наша диаспора, потому что многие из Америки возвращались именно наши россияне. В Кузбассе колонии были переданы Кемеровский рудник, о котором я вам говорила, и Коксихимический завод. Надеждинский завод на Урале. И в 1925 году присоединился Гуревский методургический комбинат и Прокопьевский, Ленинск, Кузнецкий рудники. Это у нас здесь, в Кузбассе. Для предприятий АИК было введено большое количество иностранного оборудования. И главный инженер Кемеровского рудника Альфред Пирсон провел такую организацию труда, изменил такую организацию труда, в результате которого среднемесячная производительность добойщика поднялась на 170%. А горно-рабочего на 159%. А трудящегося по эксплуатации на 280%. То есть сумели организовать таким образом работу, чтобы было меньше потерь на всевозможные организационные мероприятия в шахте. В шахте или на других предприятиях Кемеровского рудника. Под руководством доктора химических наук Уильяма Маллера колонисты достроили коксохимический завод. И это тоже решило проблему сбыта угля. И дал кокс Уралу и Сибири. Впоследствии была сдана вторая и частично третья батарея коксохимического завода. Колония электрифицировала завод и рудник, закончив строительство электростанции на коксохим заводе. Выполняя план ГУЭЛРО, автономная индустриальная колония Кузбасс обеспечила электроэнергией 5 ближайших сел, 5 ближайших к Кемерову, деревень. Аналогичная модернизация проводилась и в южной части Кузбасса. Поэтому мы считаем, что благодаря двум таким предприятиям, это Копикус и АИК, значительно изменилась жизнь в Кузбассе и дала прекрасный толчок для того, чтобы впоследствии, уже в 43-м году, Кемеровская область была выделена из Новосибирской области и стала самостоятельной административной единицей. Надо сказать, что это подтверждает тезис о том, что во время НЭПа, конечно, экономическое и технологическое международное сотрудничество, которое осуществляло новоявленное государство, оно все-таки было, несмотря на какую-то напряженность международную, оно все равно было довольно-таки продуктивным и результативным. Мы услышали впечатляющие результаты от вас. Но вообще вот тот лозунг, Александра, вот тот лозунг, который мы все с детства слышали про летарии всех стран «Соединяйтесь», он, конечно, материализовался именно у нас на Красной Горке. То есть мы считаем, это как раз был центр международного сотрудничества, который и сейчас дает свои результаты. И мы считаем, что квалифицированные рабочие иностранные, новейшие технологии и создание рабочей концессии для привлечения новых западных технологий дало, конечно, возможность созданию и возрождению нашей Советской России. Помогли тогда именно Россия. Ну и то, что иностранный пролетариат помог первому рабоче-крестьянскому государству в виде вот этого лозунга, это тоже доказывало политическую цель, о которой думали организаторы автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Безусловно, вот этот пример, кейс «Кузбасса», он интересен не только с точки зрения промышленной истории, но и с точки зрения политической истории и истории международных отношений. Но вернемся к Красной горке, к музею-заповеднику. Это и огромная территория, и разнообразная инфраструктура. Например, шахты. Немного об этом. Вообще, территория исторической застройки Красная горка площадью в 56 гектаров с 2010 года имеет статус достопримечательного места. Здесь сохранился комплекс памятников историко-культурного и индустриального наследия федерального и регионального значений. Они связаны с промышленным освоением Кузнецкого угольного бассейна, и особую ценность комплексу придает то, что памятники горно-промышленного наследия находятся в своем историческом ландшафте на территории бывшего Кемеровского рудника. Я сейчас попробую включить презентацию. Давайте посмотрим, какие же памятники сохранились на территории достопримечательного места Красная горка. Одна из них – это гора Горелая и каменная пристань. Сейчас на экране вы видите территорию музея-заповедника Красная горка. Это дом управляющего Кемеровским рудником, построен в 1916 году и относится к памятникам акционерного общества Копикус. Это здание углеподготовки, которое сейчас расположено на территории действующего коксохимического завода. Вагонетки с правого берега доходили до здания углеподготовки, и там уже проходило обогащение этого угля, превращение его в кокс. Опора подвесной канатной дороги, которая как раз и помогала перевести уголь с правого берега на левый на коксохимический завод. Главная контора Копикуза, которая приобретена для музея-заповедника, для нашего музея в 1919 году, и где мы в дальнейшем планируем построить музей Кузнецкого угля. Школа Кемеровского рудника. Это уже объекты, которые нам достались от автономной индустриальной колонии Кузбасс. Жилые дома для рабочих, для специалистов, для руководящих сотрудников АИК Кузбасс. Они все построены по проекту голландского архитектора Иоханна Сабернардуса Ван Лохома. В 1957 году на территории Красной Горки появился обелиск в честь открытия Михаила Волкова в 1721 году месторождения Кузнецкого угля. Этот обелиск появился в 50-летии Кемеровского рудника, и он является объектом культурного наследия федерального значения. В более позднее время, конкретно в 2003 году, на территории Красной Горки появились современные памятники. В частности, вы видите сейчас монумент память шахтерам Кузбасса, который подарил нашему региону известный скульптор Эрнст Неизвестный. А в 2007 году на территории нашего музея появилась скульптурная композиция святой великомученицы Варвары, покровительницы шахтерского труда. Вот 15 объектов, они все находятся у нас на территории Красной Горки. И мы считаем, что наша задача, самая главная, это сохранить эти памятники. Конечно, делается очень много, но впереди еще большая работа, и мы каждый раз обращаем внимание на эти памятники, которые требуют внимания, потому что у нас в городе Кемеров, он же относительно молодой, городу всего 103 года, что это является самыми настоящими памятниками, причем объекты культурного наследия, которые относятся к эпохе и к Кузбасс, они еще носят и международное значение. Ведь правда большая ответственность, но, Наталья Анатольевна, спасибо большое за визуализацию, очень ярко, очень познавательно. А как часто обновляется экскурсионный материал? Ведь со временем открываются новые грани истории промышленного освоения Кузбасса. Вы знаете, вот как-то запланировать частую смену экскурсионных маршрутов мы никогда не планируем. Но очень много сейчас находится новых находок в архивах, потому что наши сотрудники работают в архивах Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Москвы. Увы, иногда удается выехать за пределы России, например, в Голландию. И наши научные сотрудники иногда находят такую информацию, о которой никто раньше не знал. Вот я сейчас приведу пример. Например, во время АИК в автономной децентральной колонии Кузбасс управделами работал такой человек, Яков Наумович Голос. Он был скромный очень человек. Работал, и когда в 30-е годы уже АИК прекратило свое существование, он переехал в США и возглавил агентство Всемирный турист. Вот сейчас вам показывают фотографии Якова Голоса. И он стал резидентом советской разведки в США. Действовал под псевдонимом товарищ Звук. Умер в 43-м году неразоблаченным, узнав о масштабе созданной им разведывательной сети, это было 250 высокопоставленных чиновников Америки. Руководитель ФБР Эдгар Гувер назвал Якова Голоса королем советской разведки. И, конечно, как только научные сотрудники обнаружили этот материал, то, конечно, у нас появилось целое, вот вам показали сейчас в экспозиции, целый уголок, который посвящен Якову Голосу. Теперь уже о Якове Голосе знают многие, потому что вышел фильм «Король советской разведки» и на телеканалах его уже показывали. Например, в этом году научный сотрудник нашего музея решил изучить о том, как же жили женщины во время АИК здесь, на Красной Горке. Потому что мы, когда рассказываем в экспозициях, это, как правило, мужчины. Себель Трудгерс, Кальверт, Пирсон, Чермерхорн, то есть фамилии, это, как правило, мужского рода представители, они были руководителями, они работали. И часто очень не вспоминают о том, что женщины также работали вместе с мужчинами. Например, одна из колонисток, это Рутка Нелл, она работала секретарем в автономной индустриальной колонии Кузбасс. А потом, переехав в Америку, она стала американской писательницей. И, конечно же, все дневники, которые она... Извините, пожалуйста, если я не ошибаюсь, это она сопровождала Теодора Драйзера, когда в России. Да, 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 конечно. Да. Вот. И Рутка Нелл вела здесь дневники. И эти дневники легли в основу книги «Товарищ Костыль», которую мы издали в 2008 году. И она очень популярная была. И сейчас является библиографической редкостью. Нам хотелось рассказать и о том, как жили женщины. И поэтому в этом году появился уголок, который посвящен женщинам. Так и назвали «Товарищи женщины». Поэтому, как только появляется какой-то новый материал, какие-то новые факты, то мы, конечно же, стараемся их внести в нашу экспозицию. Но скорее обновляем не только материал, а темы, направление экскурсионных программ. Новые вопросы истории города Кемерово мы освещаем на страницах альманаха «Красная горка». И вот я сейчас хочу вам представить, вот здесь у нас на стенде представлены альманахи, которые мы выпускаем ежегодно. Сейчас вам покажут. Я думаю, что это характеризует научно-исследовательскую работу наших сотрудников. Поэтому здесь представлены книги, которые мы выпускаем. Это книги АИК, Копикус, это неизвестный Кемерово, товарищ Костыль и многие-многие другие. Поэтому большая научно-исследовательская работа проводится сотрудниками музея. И мы постараемся всячески это доносить до наших посетителей. Фонды вашего музея включают не только те экспонаты, которые напрямую связаны с угольной промышленностью, но и те, которые относятся в целом к истории города. Вообще сегодня в фондах музея-заповедника Красная Горка 21 тысяча экспонатов. Мы приблизительно посчитали, 30% из них связаны с автономной индустриальной колонией Кузбасс, с акционерным обществом Копикус. Процентов 20% это угольная промышленность, а остальное это связано с историей города Кемерово. Дело в том, что город Кемерово, вот я сегодня, конечно, наверное, несколько раз уже произнесла слово уникальный. Уникальный со своей историей, с историей автономной индустриальной колонии Кузбасс. Но мало кто знает о том, что многие эвакогоспитали, эвакопредприятия были перевезены в город Кемерово для того, чтобы выпускать снаряды, порох, подковный завод работал и многое-многое другое. Поэтому эта страница нами очень хорошо, мы так считаем, очень хорошо освещается на страницах «Романаха Красная горка» и в наших виртуальных экскурсиях и экспозициях. И мы очень много стараемся уделять внимание, конечно, нашим кемеровчанам. У нас, например, в музее есть такая традиция, мы проводим акцию, называется «Кемерово-большой подсолнух». С чем это связано? Это фотографии из архивов семей, которые нам передают. И они рассказывают порой о городе Кемерово, который мы уже сейчас не помним и не знаем. Мы не помним уже этих зданий, которые раньше были в Кемерово. Мы не помним уже праздников, которые проводились. А фотографии они же передают нам и настроение, и быт, и архитектуру показывают. А почему Кемерово-большой подсолнух? Когда-то в 20-е годы, когда одна из колонисток, Нелфис, уехала из Кемерово, она через несколько лет вернулась сюда, в отпуск, приехала и сказала, я никогда бы не могла подумать, что из такого маленького семечка вырастет такой красивый подсолнух. Она была удивлена нашим городом, его красивыми улицами, красивой архитектурой, знаковыми местами, которые мы очень любим. Поэтому колонисты, которые потом возвращались, они удивлялись, какой же город вырос, благодаря в том числе и их стараниям. Поэтому сегодня мы, изучая историю города Кемерово, стараемся не только экскурсии проводить, но вообще-то, я не сказала, но в нашем музее уже 13 лет работает экскурсионный автобус. Значит, наш экскурсионный автобус забирает детей в детском ли саду, в школе ли, в техникуме, или в каком-то учреждении культуры, если это творческий коллектив. И мы приезжаем сюда, на Красную горку, по пути у них идет экскурсия по городу Кемерово, приезжаем сюда на Красную горку, и здесь проходит либо экскурсия, либо образовательная программа, музейно-образовательная программа. Вот я хочу вам сейчас показать. У нас есть такой проект, называется «Музей с плюсом». Вот такие карандашики. Каждый карандашик – это образовательная программа. Например, кухонные старости, когда детям рассказывают о том, как для того, чтобы вскипятить чай, нужно было на коромысле нести воду, как можно было самовар растопить, и дети это видят, как самовар дым пускает из трубы, как он закипает, как заваривается чай из трав. Например, школьная старина, о том, как раньше, какими перышками писали, какие были вообще ручки. Например, экспозиция шахта, музейный детектив и многое-многое другое. Вот такие абонементики получает любой школьник, который хочет участвовать в проекте. К этому буклету он получает вот такую ведомость. Ведомость, которая когда-то в нашей бытности была в школах. Вот здесь вот все эти образовательные программы указаны. Плюс ребенок, посетив все образовательные программы, затем едет на всевозможные наши автобусные туры по городу. Это и Кемерово-космический, Кемерово-театральный, Кемерово-на-двух берегах, от Красной Горки до Лесной Поляны и многие-многие другие. У нас очень много экскурсионных маршрутов по городу Кемерово. А потом ребенок должен сдать тест, называется, стопроцентный ли ты кемеровчанин. И если правильно отвечаешь, тогда ты получаешь вот такой значок стопроцентного кемеровчанина. У нас сейчас уже есть не только классы стопроцентных кемеровчан, у нас уже есть школы стопроцентных кемеровчан, детские сады стопроцентных кемеровчан. Мы, конечно, не берем грудничков, но ребята старших и подготовительных групп обязательно участвуют в этом проекте. Мы считаем, что таким образом мы рассказываем про историю нашего замечательного города, а мы подготавливаем детей для того, чтобы они в дальнейшем ходили в музеи и любили музеи, потому что это тоже очень важно. Вот на сегодняшний день музей в 2019 году только экспозиции музея, внутри музея посетило 71 170 человек. Процентов 39 – это были ребята из детских садов и школьники, младшие школьники, средних образовательных учебных заведений. Процентов 40 – это были взрослые люди, которые приходят в музей, очень любят его. Один раз, побывав в музее, им хочется прийти сюда с друзьями. И каждый раз они выбирают себе экскурсовода. Вы знаете, нам тоже очень приятно, когда говорят, а мы хотим попасть на экскурсию к Ирине Валентиновне Титовой или к Зеноре Фатиковне Волковой. Уже есть свои любимые экскурсоводы. Процентов 8 – это наши студенты. Студенты ходят, но не так активно, хотя мы с ними тоже работаем, у нас с ними тоже есть всякие разные программы. И если хотите, могу об этом рассказать. А 12%, 12-13 – это наше старшее поколение, наши ветераны. Они с удовольствием приезжают в музей, всегда довольны обслуживанием, им всегда все это очень нравится, они такие активные, им хочется всегда все знать. И я считаю, что в дальнейшем мы также будем продолжать работу со всеми категориями, которые проживают в нашем городе. Я думаю, я ответила на ваш вопрос. Да, исчерпываю, но давайте мы все-таки поговорим про студенческие программы. Но перед этим хотелось бы отметить, что проект для школьников, он позволяет, наверное, долговременно и основательно погрузиться в эту тему, и в итоге, конечно же, стать стопроцентным кемеровчанем. Что мы делаем со студентами, Александра? Первое – это заключив договор с тем или иным вузом или с техникумом, мы весь сентябрь проводим автобусные экскурсии по городу. Потому что многие студенты, которые приехали из других регионов, они не знают вообще города Кемерово. И когда мы им показываем новые жилые районы, такие как Лесная поляна, например, или жилой район Кедровский, они открывают для себя Кемерово с новой стороны. Это первое. Второе – это мы очень часто берем на практику студентов. И одна из студенток Кузбасского технического университета на практике придумала такой проект, называется «Музейная зачетка». То есть студент 1 сентября, здесь мы проводим вручение студенческих билетов для некоторых учебных заведений. Например, традиционно уже много лет Кемеровский художественный колледж вручает студенческий билет и зачетку для своих первокурсников. А мы им в подарок дарим музейную зачетку. Для чего это делается? Ну, во-первых, таким образом, когда студент бывает на всевозможных выставках в разных музеях, не только в нашем, он прикладывает билет в свою зачетку. И там делаются ему пометки, что он был на такой-то выставке, на такой-то программе в том-то или ином музее. И вы знаете, для преподавателей это очень важно. Чем живет твой студент? Только ли занятиями, да, с утра до вечера писать эскизы? Или человек еще развивается культурно? Это очень важно. Поэтому мы тоже стараемся как можно больше студентов привлечь к нам. Теперь уже нас поддерживает Кемеровский колледж культуры, Кузбасский технический университет и на подходе еще, например, Кемеровский госуниверситет. Потому что мы с ними раньше работали, потом как-то немножко работа приостановилась, но я думаю, что в дальнейшем мы снова будем с ними работать. Мы также со студентами работаем и считаем, что это очень правильная стратегия привлекать к себе молодежь. Потому что молодежь любит интерактивные технологии, а у нас в музее они есть. То есть прийти, посмотреть на экранах историю создания, историю, которая проходила на Красной Горке, это очень важно. Поэтому я думаю, что со студентами мы и дальше будем работать. Еще есть одна интересная программа, я тоже хочу вам ее рассказать. Это называется «Музейный детектив» для взрослых. Сегодня 22 июня, день памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. И несколько лет назад мы пригласили к себе две группы студентов. Мы всегда хотим рассказать о музее не только то, что всегда рассказывают. То есть экскурсия, это работа экскурсовода, смотрители, это очевидно. А на образовательной программе «Музейный детектив» мы рассказываем вообще о деятельности сотрудников отдела фондов. То есть от них же очень много зависит. Они очень кропотливо изучают тот или иной предмет, описывают его, потом его включают в экспозиционную деятельность. И вот мы посадили две группы студентов за разными столами, дали возможность им пользоваться интернетом, дали возможность изучать предмет. И на одном из столов лежала пластинка Ногинского завода грамм-пластинок и снаряд. Был задан вопрос, что связывают эти два предмета. Очень трудно, но в конце концов разобрались. Оказывается, Ногинский завод грамм-пластинок был эвакуирован в Кемерово в годы Великой Отечественной войны. И там стали выпускать снаряды, которые помогли в победе над фашизмом. Вот он пример. То есть мы всякими способами стараемся привлечь внимание, не такими традиционными, как экскурсии. Иногда это приходится. А сейчас у нас в новом нашем здании, которому тоже 103 года, здание находится в 700 метрах от музея Красная Горка вниз по тайме. Если бы у нас была тропа, то это всего 700 метров. Там находится здание главной конторы Кемеровского рудника. Мы же в жилом доме находимся, а там предприятие, административный бытовой комбинат так называемый. Так вот сейчас, пока мы там не сделали экспозиции, пока еще не нашли спонсоров, мы там проводим квест. По истории угольной промышленности и по истории города. И студенты с большим удовольствием приходят и бегают по локациям, отвечают на вопросы. Но там очень интересный такой квест, который мы с коллективом сами попробовали на себе сначала. Вы знаете, было очень интересно и сложно. Но и хорошие призы. Например, скидки на путевки туристические агентства нам дают. Ну или другие призы какие-то. То есть, в общем, интересно. Вот так мы работаем со студенчеством. На самом деле, дружба музеев и университетов, она закономерна. И вот видите, к каким результатам приводит, к различным форматам инициативам. Очень увлекательно. Расскажите, пожалуйста, об опыте проведения виртуальных выставок и вообще о трансформациях в работе музея в период пандемии. Ну вы знаете, я думаю, что в марте прошлого года, а у нас объявили карантин 27 марта прошлого года, первые несколько дней я находилась в шоке. Я приходила на работу, слышала собственные шаги, было жутко. Но в первый день поехала в магазин, купила земли и стала пересаживать цветы. То есть, руки никогда до этого не доходили у наших сотрудников, всегда некогда. У нас очень много цветов в административном корпусе. Стала пересаживать цветы. На второй день подумала и решила, что нужно, наверное, перебрать документы, навести порядок в столе. И, набрав целую корзину бумаги, села и подумала, ну а зачем я буду выбрасывать эту бумагу? У нас же есть камин. А может быть, я сяду с чашечкой кофе и выпью и помечтаю. И когда мечтала, я поняла, что в условиях такого карантинных мероприятий, в условиях изоляции можно поработать с нашими активными пользователями. И тогда мы обратились через соцсети, через группы нашего музея, мы обратились к кемеровчанам и вообще к нашим активным пользователям, мы обратились к предложениям. У нас есть книга «Товарищ Костыль», о которой я сказала, Руд Кенел. Книга стала библиографической редкостью, и теперь ее купить уже невозможно. Но есть возможность, если есть желание, обратиться к нам, мы отправляем отрывок из этой книги, вы читаете этот отрывок и присылаете нам. А мы сделаем потом это, скомпонуем, у нас получится книга, которую можно будет не прочитать, так послушать и посмотреть. Вы знаете, сначала как-то робко, я думала, наверное, много желающих не будет. Но потом, буквально в течение трех-четырех дней, 80 заявок поступило, причем читали дети, читали известные люди в Кузбассе, читали семьями, читали наизусть, некоторые на роли разбивали свой отрывок. И получился такой проект, который мы назвали «Читаем вместе». Мы считаем, что в период пандемии мы тогда спасли многие семьи от разводов. Но вы прекрасно понимаете, целый месяц смотреть на одно и то же лицо, это было сложно. А когда ты общим делом как-то занят, то и день проходит быстрее. Вообще, опыт публикации и интерпретации наших коллекций в интернет-пространстве мы получили еще до пандемии. Понимая, какой интерес вызывает у наших пользователей коллекции автономной индустриальной колонии Кузбасс, мы начали заниматься и размещать в интернете. Например, в 2019 году научный сотрудник нашего музея Василий Липатников создал и опубликовал «Лонгрид» о голландском архитекторе Иоханна Сибернарду с Иван Лохами, который работал в АИК Кузбасс и благодаря которому на территории Красной Горки были построены 13 типов живых домов. Сегодня этот сайт имеет англоязычную версию и согласно статистике и отзывам оказался интересен как российская, так и зарубежная аудитория. Обзорный материал иллюстрированный фотографиями очень редкими, доступными на английском языке для широкей публики мы считаем, что это был такой прорыв. Самые активные были города Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Амстердам, Новосибирск. И сейчас это очень популярный такой ресурс, к которому обращаются и кемеровчане, и россияне, и иностранцы. В 2020 году мы, работая в пандемию, понимали, что День Победы мы будем отмечать онлайн. И тогда было представлено три выставки в интернете. Это подвиг тылового города к 75-летию города. Кемерово, большой подсолнух, он раньше у нас располагался на территории, а в 2020 году мы его уже в интернет направили. И вот каталог чертежей Иоханнеса Бернарду Саванлохама. Очень пользуются популярностью эти три выставки. Виртуальная выставка «Шахтеры били врага углем» была представлена на интермузее 2020, которая тоже прошла в мае прошлого года в режиме онлайн. В период, когда доступ в музей был закрыт, мы стали проводить виртуальные экскурсии. гиды для себя в новом формате очень много рассказывали о памятниках, о достопримечательностях города, о музее, об эвакопредприятиях, об эвакогоспиталях. Мы стали показывать наши экспозиции. То есть, как Россия прирастала к Узбассам, вот та экспозиция, где мы сегодня находимся, была представлена в интернет-формате. Кто-то, сидя на диване или при помощи своего телефона, мог подняться в комнату Себальда Ругерса, который находится на мансарде нашего здания. Кто-то спускался в шахту благодаря нашим экскурсоводам. Мы размещали ВКонтакте, в Инстаграм, в Одноклассников, естественно, в Фейсбуке. То есть, во всех соцсетях мы размещали на наших страницах. Только за период пандемии у нас появилось больше 500 человек пользователей наших соцсетей. Мы считаем, что это тоже очень важно. Отдельный блок, конечно, был посвящен 75-летию Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне. На страницах музея в соцсетях представили выставку «Шахтеры били врага углем». Это у нас был такой известный угольщик Романов Владимир Петрович. Он сказал, да, я не пошел на фронт, но я бил врага углем. Потому что шахтеры тогда совершали подвиги, причем были не только мужчины, но и женщины. И мы об этом тоже рассказывали. Мы рассказывали о здании Кемеровского колледжа культуры, где в годы Великой Отечественной Войны был эвакуирован завод «Карболит». Мы рассказывали об истории завода Кэмс, которого сейчас уже нет и мало кто знает о том, что этот вообще завод был. Больше всего просмотров, конечно, набрали наши видеоэкскурсии по лесной поляне, это наш новый жилой район, более 5000. О Кемеровском механическом заводе более 2000 человек. О бульваре строителей, который был отремонтирован и стал прекрасной пешеходной зоной, более 1500 человек. за время пандемии, за этот относительно короткий промежуток времени, за полтора месяца, было создано 64 видеоэкскурсии. И мы впервые в прошлом году праздники, такие как Ночь музеев, День шахтера, День города, Ночь искусств оценивались по количеству просмотров и лайков в соцсетях. Ну вообще, вы знаете, я могу говорить об этом очень много, потому что, например, в Ночь музеев 2020 в четырех социальных сетях мы делали программу «Курс на 75» и получилась она очень насыщенная. Это виртуальный тур по музею, семь видеоэкскурсий, мастер-классы, викторины, публикации «Альманаха Красная горка», чтение поэмы Александра Твардова, Василий Теркин депутатами Кемеровского городского совета, премьерный показ в интернете документального фильма «Германский след в истории Кемерова», фрагменты концертных программ наших коллективов города Кемерово. Очень интересная была программа Владимира Сухацкого, нашего сотрудника. Он предложил лекцию «Клумбы под картошку. Питание кемеровчан в годы Великой Отечественной войны». Поэтому я считаю, что мы достаточно научились неплохо работать в интернет-пространстве. Наш научный сотрудник Илья Чернов с этим справляется. И мы, например, в «Ночь искусств» всегда проводим фестиваль документальных фильмов, потому что наши сотрудники очень часто являются консультантами для съемочных групп, как кемеровских, так и московских, или зарубежных. И в частности, в прошлом году в «Ночь искусств» мы показывали фильм «Вечный зов Кузбасса», который создан при поддержке Российского географического общества с участием Сергея Кужугетовича. Этот фильм был впервые, премьерный показ был 31 октября на канале «Звезда», а 3 ноября он был показан у нас. Мы показали новый фильм, тоже премьера была, «Дочь колониста», нашего кемеровского журналиста Виталия Блынского, и многие-многие другие фильмы, которые, такие как «Стоятели будущего» голландского режиссера, и многие другие фильмы мы показали в интернет-пространстве, потому что тогда еще в музее мы очень изолированы были, показывали, конечно, представляли и допуск был в музее, но не так много мы могли принять в нашем зале. Очень интересно вызывает, большой интерес вызывают подкасты на страницах музея в соцсетях. Это были сколько лет Кемерову вызвало 1800 просмотров, посмотрели, например. «Американский десант» в Кемерове 1700 просмотров, это «Ночь искусств» вызывало такой интерес. Над ними работал наш научный сотрудник Владимир Сухацкий и помогал ему техническую работу выполнял Илья Чернов. Все это можно посмотреть Редхилл Кемеров на нашем сайте, поэтому я думаю, что мы научились работать в пандемии, и даже благодаря пандемии я считаю, что мы сделали то, о чем не мечтали. Мы отремонтировали канализационную систему, об этом не надо скрывать, потому что наш музей ему 100 лет, нашему зданию 103 года, и, конечно, это была наша болевая точка, но никак не могли провести ремонт. Потом, силами наших сотрудников, мы технический ремонт сделали, текущий в помещениях, побелили, покрасили, ну, в общем, короче, навели порядок, поэтому в пандемии мы хорошо поработали. Да, видно, что адаптация к новым условиям прошла очень успешно. Ну, давайте передвинемся к теме трехсотлетия Узбасса. К этой юбилейной дате ваш музей представил коллекцию книг по углехимии. Поговорим о происхождении и о содержании этой подборки изданий. Ну, я вам уже сказала, что в 2019 году нам были, было передано здание главной конторы Кемеровского рудника. До этого в этой конторе располагалась лаборатория по сертификации углей. Но последние пять лет лаборатория была закрыта и это здание было не востребовано. И поэтому собственник Игорь Андреевич Коробецкий продал это здание и администрация города Кемерово при поддержке губернатора Сергея Евгеньевича Савелева приобрели это здание и передали его музею Красная Горка. Но вместе с тем Игорь Андреевич это известный углехимик, профессор, он долгие годы преподавал в Кузбасском техническом университете, он накопил за время своей работы, он очень часто вылетал в международные всевозможные конференции, очень часто бывал в Пенсильвании, он накопил огромную библиотеку, 650 книг по теме угольной промышленности. Игорь Андреевич практически за небольшую цену передал эти книги. Книги 19-го, начала 20-го века. Они на русском языке, на английском языке, очень много по коксохимии 1930-1980-й год из фонда в технической библиотеке Кимеровского химзавода. Или, например, Госуниверситет Пенсильвании Шоберт передал Игорю Андреевичу очень много интересных книг. И в этом году мы представили эту коллекцию, особо ценных было 100, все остальные будут использованы как вспомогательный фонд для создания экспозиций. А вот 100 книг мы представили широкому кругу наших читателей и они вызвали очень большой интерес у наших кимеровчан. В 2020-го в СМИ появилась информация о том, что рядом с музеем Красная Борка запланировано создание исторического парка в Кузбассе. Как протекает реализация данного проекта? Вы знаете, я бы, конечно, хотела вам показать то, как мы видим себе дальнейшее вообще, как мы видим себе этот индустриальный парк. Давайте посмотрим презентацию. Она минуты три идет, но я думаю, вы увидите наши идеи, а потом я вам еще покажу. Вот сейчас начинается презентация нашего парка. Она создана нашим сотрудником Эдуардом Михайловичем Романовым при поддержке наших спонсоров фирмы Котен. Индустриальный парк будет расположен на территории 56 гектаров. Вот монумент память шахтерам Кузбасса. Потом по крутому берегу реки Тайми мы с вами попадаем в музей Красная Горка, вы сейчас видите. Затем мы проходим также по крутому берегу, с которого наблюдаем за левобережной частью. Там у нас Кемеровская Гресс, там у нас Коксохимический завод. Мы идем и проходим Чертов Лог. Чертов Лог нам дает возможность спуститься к памятникам, которые расположены на береговой части. Это Штольня, это гора Горелая, это пристань. А можем подняться наоборот по этой лестнице, можем подняться наоборот на смотровые площадки и идти по направлению к музею угля, который мы также планируем в ближайшие годы у нас получится построить. Вот вы видите смотровые площадки, где будут размещены киоски, пункты питания. Мы с вами попадаем, вот вы видите гору Горелую, то есть есть смотровая площадка, с которой можно будет наблюдать за горой Горелой. Вернее, можно будет посмотреть на наш памятник. В дальнейшем мы идем с вами уже по тропинкам, по дорожкам вот к тому зданию, которое впереди нас. это и есть главная контора Кемеровского рудника. Здесь будет расположен музей кузнецкого угля. Мы считаем, что это стратегически правильно иметь в Кузбассе музей, который посвящен угледобыче. Вы видите парк производственной техники. Часть экспонатов сейчас расположены в музее Красная горка. Но мы считаем, что старые экспонаты, которые у нас расположены и новые 400-тонные белазы, шагающие экскаваторы, они должны быть там представлены. Причем это будут не просто экспонаты, но это будут такие виртуальные лаборатории, куда можно будет сесть в кабину и представить себе, что ты едешь на белазе или добываешь уголь. Мы хотели бы для посетителей представить возможность проехать на канатной дороге, восстановить канатную дорогу, которая будет людям давать возможность проехать от музея кузбасского угля, кузнецкого угля, до коксохимического завода. Вот такие объекты. Кроме этого, мы хотели бы благодаря этому парку поддержать наши памятники. Это школа, построенная по проекту Ван Лохома, дома колбасы, соединить их в единый маршрут, для того, чтобы наши посетители, наши пользователи могли целыми сутками находиться на территории музея заповедника Красная Горка. Вот такой ландшафтный парк мы мечтаем построить. Могу показать вам наш дизайн-проект музея угля. Мы также уже продумали, у нас он готов. Остается дело за малым, только за деньгами. Вот, пожалуйста, вот такой. Если видно, мы сейчас картиночки вам покажем. Вот такой вот красивый у нас будет музей угля, интерактивный, совершенно для детей, для взрослых и для студентов интересный. мы расскажем о том, как 300 миллионов лет назад уголь вообще формировался, как он использовался, что можно делать из угля, ведь уголь это не только топливо, очень часто ассоциируется уголь только с топливом, но когда-то очень известный человек сказал так, топить углем это то же самое, что топить ассигнациями, из угля можно делать очень много продуктов, в том числе и топливо для сверхзвуковых самолетов, это можно и духи, и нафталин, и другие сопутствующие изделия выпускать. Посмотрите, как можно красиво сделать наш музей кузнецкого угля, поэтому осталось делать за малым, только найти спонсоров. Да, уже возникло сильное желание пространства, которое в перспективе, конечно же, будет создано. И, наконец, наверное, традиционный вопрос проекта будет уместен как раз сейчас о профессионализме. Какие профессиональные качества необходимы работнику музея, на ваш взгляд? Работник музея должен глубоко разбираться в той теме, которой он занимается. Хорошо, если бы работник музея не работал, ожил своим любимым делом. Это, конечно, не должно доходить до фанатизма, но когда человек занимается любимым делом, то он и вечером, и утром думает о том, как же лучше сделать музей, и как же лучше сделать, чтобы посетителю хотелось приходить в музей. Научный сотрудник или экскурсовод – это должны быть люди, которые очень любят своих посетителей. профессиональный музейный работник должен хорошо работать в команде, потому что, наверное, хорошо, когда индивидуально работает, но, мне кажется, все-таки должна быть командная работа. И, конечно, он должен знать, чего он добивается, чего он хочет. Поэтому очень много требований. Сейчас бы таких найти сотрудников побольше. У нас такие сотрудники, многие сотрудники музея «Красная горка», они вот такие целеустремленные, работающие для посетителя, для музея, не так часто думающие о себе. Поэтому профессионализм – это, конечно, очень хорошее качество для музейного работника. Без профессионализма здесь сделать нечего. То есть музей сформировалась команда профессионалов. Да. Да, хотелось бы поподробнее узнать. Вот давайте посмотрим, если покажут вам, немножко уже показывали, мы находимся с вами в экспозиции, которая называется «Как Россия прирастала кузбассам». Эта экспозиция создана руками наших сотрудников. Все, что вы здесь видите, интерактивные экраны, которые вы сейчас видите, вам показывают один, а их вообще четыре на небольшой территории. Вы видите дизайн нашей экспозиции, все, что в интерактивных киосках есть начинка, это все создано руками наших сотрудников. То есть мы практически не обращаемся к сторонним организациям, мы делаем все своими руками. Художник у нас свой, заслуженный художник России, член Союза художников. У нас свои есть люди, которые занимаются компьютерными программами. В частности, Эдуард Михайлович Романов, он сейчас как раз и снимает, вам показывает нашу экспозицию. Экспозиция шахта также имеет всякие начинки интересные, которые помогают посетителям войти в профессию шахтера. Поэтому у нас свои журналисты, мы не обращаемся, то есть у нас нет привлеченных, мы никому не платим за пресс-релизы, за какие-то статьи. У нас есть свои люди, которые вот этот экран, который вы видите, это экран очень интересный. Это вообще вот видите такое большое стекло, но при желании мы можем проводить на нем трансляцию всевозможных фильмов. Это тоже руками сделано наших сотрудников. То есть все, что мы делаем, мы делаем собственными руками. Я считаю, что это большая заслуга нашего коллектива. А вообще коллектив наш с 2008 года стал инициатором. Музей работает без выходных. Мы работаем летом до 9 часов вечера, а зимой до полшестого. То есть весь световой день мы работаем для посетителей. И мы очень часто мониторим. И пришли к выводу, что летом с 10 часов утра до полшестого посетители приходят порой меньше, чем с полшестого до 9 часов вечера. Поэтому коллектив работает до 9 часов вечера. У нас всего 3 выходных в году. Это 31 декабря, 1 и 2 января. Но дежурный экскурсовод и дежурный смотритель всегда есть на работе. Например, у нас коллектив стал инициатором в 2008 году проведения дней семейного отдыха. И нас наши коллеги музейщики на смех поставили. А мы промониторили и узнали, что летом, особенно в субботу и воскресенье, 2-3 человека приходило на экскурсии. Вы представляете, работает экскурсовод, смотритель, кассир, охранник есть, а 2 человека приходят на экскурсии. Это же неправильно. Тогда мы стали проводить дни семейного отдыха. Совместно со школами искусств, музыкальными школами, проводить концерты на красивой площадке у святой великомученицы Варвары. Ну а сами прекрасно понимаете, сначала родители, соседи, бабушки, дедушки придут, посмотрят концерт, где выступает ребенок. Потом они еще своих знакомых приведут. После концерта куда пойти? Конечно, на экскурсию в музей. И один раз побывали, потом захочется еще и еще раз прийти. Наш музей стал инициатором и уже 6 лет подряд мы проводим фестиваль колбы. Колба – это растение, его называют дикий лук, черемша. То есть в мае месяце мы проводим фестиваль колбы. Очень яркое зрелище, где можно дегустацию строить из продуктов, которые изготавливаются из колбы. Это и окрошка, и пироги, и пиццы, и все, что хочешь. И омлеты. Это обязательно коллективы с художественной самодеятельности выступают. Это обязательно у нас огромная дегустация огромного пирога из колбы. Ну, то есть вот такой фольклорный праздник, связанный с тем растением, которое очень популярно в Кузбассе. У нас даже есть такой слоган «Кто в Кузбассе не бывал, а кто колбы не едал, тот в Кузбассе не бывал». Вообще, музей Красная Горка стал инициатором в 2010 году проведения на территории нашего музея праздника, посвященного Дню Семьи, Любви и Верности. Сначала с 10 часов утра идет чествование главой города, пар, которые прожили в браке 30, 40, 50, 60 лет. Затем совместно с Кемеровской и Прокопьевской пархией мы чествуем семьи, которые прожили венчанно браке. Вы знаете, от теплоты этих людей становится тепло у нас в музее. Эти пары обязательно высаживают розы на территории. У нас есть клумба влюбленных сердец. С каждым годом этих роз становится больше и больше. Я могу говорить о мероприятиях, которые мы проводим очень много. Очень стараемся работать с нашими спонсорами. И 17 декабря ежегодно проводим День Святой Варвары на Красной Горке. Раз у нас есть Святая Варвара, 17 декабря мы приглашаем наших благотворителей, наших спонсоров. Отчитываемся о том, что мы сделали за этот год, за прошедший 17 декабря, это конец года. Загадываем желания. И очень часто именно 17 декабря наши благотворители говорят, а мы вас поддержим. А вот в этом проекте мы вас поддержим. В частности, мы благодарны за эту экспозицию Сибирской генерирующей компании. Они нам сначала помогли издать книгу АИК, потом помогли нам купить экраны, потом помогли сделать эту экспозицию, а уже потом приобрели для нас автобус. И с каждым годом нам очень приятно, что они благодарны, что мы их пиарим и всегда рассказываем о них, и они всегда нам стараются помочь. Но не только Сибирская генерирующая компания, у нас есть спонсоры, которые помогают нам для инвалидов и для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводить экскурсии по городу и в музеи. Это Кузбасс-регион ГАЗ. Тоже на протяжении пяти лет они выделяют средства для того, чтобы мы могли людей, которые не имеют возможности финансово прийти в музей, пригласить и рассказать о городе. В принципе, одно из самых, наверное, главных кемеровых мест для туристов. И, конечно, туристическая привлекательность очень высокая. Это своеобразный бренд города. Из каких регионов и зарубежных стран к вам, в принципе, я. Вы знаете, тема автономной индустриальной колонии Кузбасс, о которой мы сегодня так много говорили, она привлекает иностранцев. В частности, к нам очень часто приезжают люди. Вот, например, года три назад был такой случай. По аллейке идут пожилые мужчины с женщиной. Видно, что это люди не россияне. Они пришли, купили билеты и пошли на экспозицию, как Россия прирастала к Кузбассам. И вдруг мужчина говорит женщине на английском языке, а это моя бабушка. Но благо у нас смотрители некоторые понимают иностранный язык, прибегают и говорят, что же делать-то? Там, похоже, приехали колонисты, потомки колонистов. Я говорю, да, давайте на завтра их пригласим. У нас, кстати, есть прекрасный переводчик, который переводит очень много материалов из фондов музея Красная Горка. У нас очень много еще не переведенных материалов. На следующий день мы собрались, на самом деле, это люди, они ехали из Амстердама до Пекина, путешественники, вышли в Новосибирске, приехали в Кемерово, побыли здесь два дня, поудивлялись, кое-что поузнавали, а потом поехали к себе дальше по маршруту, то есть в Пекин. У нас очень много приезжает иностранцев в Кузбасс, на кузбассские предприятия. И всегда организаторы первое, что делают, они привозят в музей Красная Горка. Это, конечно же, Германия, Голландия, Япония. Мы очень часто здесь встречаем послов Голландии. У нас в музее в разные годы уже пять послов были здесь. Очень много приезжают, конечно, из западных регионов. Очень часто люди едут на Байкал и, проезжая мимо города Кемерово, обязательно заезжают на музей. И нам тоже очень приятно, потому что, судя по номерам, мы понимаем, что это какие-то регионы. Это западные регионы, это и Воронеж, это и Новосибирск, естественно, это ближайшие наши соседи, это и Самара, ну и другие города. Поэтому очень много иностранцев, людей, которые приезжают из других регионов. Наталья Анатольевна, мы благодарим вас за экскурс в историю Кузбасса, вашему коллективу, музею. Всего доброго и дальнейшего развития и процветания. Спасибо большое. Александра, я хочу вам сказать, что еще немножко отмечу ваше внимание, этот год у нас юбилей не только 300-летия Кузбасса, это год 100-летия автономной индустриальной колонии Кузбасс, это год 30-летия музея. У вас сегодня тоже юбилей, если я не ошибаюсь, у вас сегодня 30-й выпуск. Я вас тоже благодарю за тот проект, который вы придумали, потому что я слушаю своих коллег, очень много беру на карандаш, и надеюсь, что вот этот ваш проект, он станет очень популярным, потому что нам, музейщикам, есть чему друг у друга учиться, и вы делаете все возможное, чтобы это случилось. Спасибо вам большое, спасибо, что пригласили на вашу беседу, мне было очень приятно с вами беседовать. Спасибо большое и ждем вас в гости. Спасибо. Поздравления с нашими юбилеями и еще раз благодарность за беседу, содержательную, познавательную, разнообразную. Спасибо.